Вот такой рабочий день. Машина стоит красная. В ожидании тут немножко со своей повозился. Стоит XTERRA со снятым генератором и еще один G. Вот такие будни. Кстати, середина января. Работаем с открытыми воротами. Пока. Так, сейчас ждем, что с генератором скажут по XTERRA. Итак, XTERRA, смотрите. Снимаем генератор. Я-то его уже почти снял, то есть я объясню. Здесь вот стоит вот эта штука, натяжитель, где он снизу натягивается болтом. Откручиваете ее, оба болта, и получается сверху один болт со стороны радиатора, а второй болт стоит с другой стороны генератора. Его немножко неудобно снимать. Можно открутить оттуда сверху, либо оно снизу покорячится. Ну и самое, что неудобно, это отсоединить провод, который штекер на ней сидит. Вот, я вот крутил сам провод сверху, он там в этой. Итак, XTERRA 3.3. Снять генератор. То есть, снизу вы открутите вот эту штуку полностью. Тут ничего сложного нет. И открутите один болт, вот этот нижний, его тоже не проблема открутить. Тут стоит еще болт, и сзади стоит болт. Почему они один сплошной не сделали под эту втулку, я не знаю. Приходится залазить с этой стороны, откручивать. Ну и самое неудобное, что было, это снять, конечно, вот этот штекер. Тут-то я вроде открутил. Сейчас я покажу. Верхний болт, в принципе, верхний болт. Отсюда можно подлезть, вот, между коллектором подлезть и открутить болт. Либо снизу, кому как удобнее будет. Ну а так, в принципе, ничего такого сложного его снять нет. Получается, ну, грубо говоря, 4 болта надо открутить. Гайку на силовой провод. Потом там еще один провод снизу стоит. Смотрите, вот тут еще прикручен провод. То есть, по проводам здесь провод, здесь силовой провод и штекер. Соответственно, на щетке штекер. Вот, это относительно генератора. И чтобы мне удобнее было, я вот тут сверху, провода крепятся. Возле генератора вот тут. Я их открутил, чтобы можно было вниз отпустить косу. И тогда у меня получилось штекер вытащить. Ну, пока вот так. Так, итак, ставлю на место генератор. Сперва снизу подсунул отдел штекер. Силовой провод нижний. И теперь буду его на передний, верхний болт наживлять. Вчера также были закисшие шпильки в генераторе. Значит, что сделали? Сверху их высверлили. Вот, разобрали этот, выдавили, открутили шкив, выдавили с подшипником ротор. И вот в этом месте я зажал в тиски шпильки обрезанные. В этом месте подогрел горелкой. Горелкой, ну, газовой, с баллончика. И тогда получилось выкрутить болты. Ну, сейчас вот наживлю верхний болт. Один, потом внутренний через верх. И потом уже нижний. Так, второй болтик я отсюда сверху сейчас наживлю. Ну, и третий потом снизу вместе с этим, с натяжником. И, в принципе, ремень накинуть и будет готово.